Иисус 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 Недавно, пересчитывая Писание, я увидел такую интересную вещь. История, не история, а вообще-то трагическое событие, когда Иисус, общаясь с Богом, вдруг оказался в ситуации смятения и сомнения. Когда вдруг, обращаясь к Богу, Он сказал, нет. Казалось бы, Господь Иисус, мы-то думали, ты как супермен. Видишь больного? Аллилуйя! Исцелен. Видишь голодных? Опа! Накормил всех. Вода, шторм, нет проблем, идем по воде. И вдруг, Он молится и говорит, нет, да минует Меня чаша сия. Потом Он говорит, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Но в какой-то момент, вдруг Иисус показал, что Он человечный, что Он из плоти сделан, что у Него есть такое же тело, как у нас. И что Он испытывает такие же боли, как мы, и страдания, как мы. Я проповедовал перед отъездом о сомнении. И сомнение приходит к людям под разными предлогами. Иисус никогда не отвергает сомневающихся, потому что у Него было время решения и выбора. Сомнение, оно всегда перед принятием решения. Это естественный процесс, это нормально. Ненормально всю жизнь оставаться в сомнении. Другими словами, не принять решение. Сомнение, это когда ты не знаешь. Проблема у людей, если приняв решение, они продолжают сомневаться. Приняв решение, сомнение должно уйти. Это естественное продолжение. Если сомнение перед принятием, это нормально. После принятия решения, сомнение должно уже отскочить. Когда ты выбираешь жениться. Как много девушек хороших. Как много ласковых имен. И ты ходишь по церкви. И все улыбаются. И все вот. Я сейчас думаю, бедные парни. Когда я женился, у нас в церкви было всего 50 человек. В основном бабушки. Выбор был легким. Сейчас ходят. Парни-то косоглазые пошли. Почему? Почему? Глаза разбегаются во все стороны. А тут и клубника, и малина, и ананасы, и персики, и арбузы ходят, и дыньки, и дуньки. И абрикосы, и эти, как их, ананасы. И что выбрать? Некоторые говорят, мультивитамин хочу. А не пойдет. Когда же ты сомневаешься, и ты делаешь решение, самое ужасное, вот самое, ты принял решение, все, сделал предложение, все. И потом спрашиваешь кого-нибудь, ну что ты думаешь? Это вот самый дурной вопрос, когда ты, тебе девушка нравится, вот тебе нравится, вот, а ты спрашиваешь другана, какого-нибудь козла Иваныча. И он говорит, ну нет, кто он такой? Ты принял решение, точка, прочь сомнения. В этот момент все остальные мишени автоматически упали, осталась только одна в твоей жизни. После решения закрывается вопрос выбора. Когда люди вступают в брак, некоторые до брака смотрят сквозь пальцы. Ну ничего, ничего, все изменится. Ой, он будет молиться. Милая, он уже 30 лет не молится. Ты думаешь, сейчас он женится, и он, наверное, он взмолится. Боже, ими милость ко мне. Он будет духовный. Он перестанет выпивать. Серьезно. Это вот сейчас он уже перестал выпивать. А раньше он пил. Да все изменится, она будет другая. Не будет. Будет хуже. Лучше не будет. Это пик, максимум. А дальше вниз. Смотрят сквозь пальцы, когда выбирают, а потом смотрят в оба и думают, боже мой, что это такое? Один совет дал. Говорит, долженить бы, смотри в оба. А как женился, смотри сквозь пальцы. Аминькин кто-нибудь, а? Решение. Каждый из нас принимает рано или поздно решение. Любые решения. Ты принял решение, оно оказалось ошибочным. Нужно взять ответственность и сказать, это мое решение. Это ошибочное решение. Мне очень жаль, я сделал решение в бизнесе, которое разрушило много моих вещей. Но я принимаю решение все исправить. Если ты принял решение и скандалил в семье, и ты принял решение быть буйцей и бийцей и там просто, то прими решение измениться, стать другим человеком. Решение. Когда Иисус нес крест, его избили очень сильно, его плоть была ослаблена. Его тело было ослаблено. В какой-то момент я размышлял, думаю, неужели Бог не хотел, чтобы Иисус донес крест до Голгофы и умер? Неужели Бог не мог немножко силы дать ему, подзарядить, чтобы он смог донести крест? Ведь сам Иисус говорил, возьми, отвергни себя, возьми крест. Иисус идет с крестом. Окровавленная спина. Венец на голове терновый. Колючки привязаны. Неотесанное бревно. Поразорванное плоти. Занозы. Это его, это то, зачем он пришел на землю. Донести до Голгофы крест и там умереть. Вдруг он падает. Он падает под тяжестью. Его поднимают, он не может стоять. Еле себя держит. Кто-то пытается на него крест поставить. Он не способен нести дальше. Это же Иисус. Бог, куда ты смотришь? Что за приключение? Давай, давай. Совершай свою миссию. Ты же учил нас побеждать. В этот момент какой-то человек стоял в толпе. Один человек. На него поставили крест. Тащи. И он потащил крест на Голгофу. Я как-то всегда эту историю прочитывал. Так, ну, да, тащил. Классно. Его имя сохранено на веки вечные. Его личность запечатлена. Он помог донести крест до Голгофы. В действительности его заставили. Эй, иди сюда, тащи. Но по-другому мы смотрим. Он помог Иисусу, Мессии, нести крест. Знаете, если бы ты оказался вот в этой толпе. Все орут. Кто-то смеется. Кто-то плачет. Вдруг Иисус роняет крест. Это самая важная миссия в истории человечества. Искупление. Он не может нести дальше. Я думаю, для каждого верующего была бы честь выскочить и одеть на себя крест и тащить его на Голгофу, на самую высокую гору. Участвовать в исполнении Божьего предназначения. Тащить крест. Когда Бог дает задание, мы часто думаем, что Он все сам сделает. Иисус, ты сам все должен сделать. Нечего, нечего. Вставай, неси крест. Но это задание от Бога. И Он дает благодать кому-то стать участником и поддержать своей рукой этот крест. Скажите о меня. Иногда мы видим людей, которые несут крест и не способны нести, и падают. Я думаю, что это благодать, когда мы можем поддержать кого-то и взять крест. Помочь кому-то. Но это же твой крест. Ты сам нести должен. Да, и это его крест, он сам нести должен. Но это такое благословение держать его, поднять его крест на высоту. Есть люди, которые плачут. Ой, упал, упал, Господи, ты упал. Есть, которые смеются. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Упал. А есть тот, который выскакивает и хватает. Пошли дальше. У меня такое ощущение, что как будто бы крест уронил Господь рядом с тобою. Есть можно вот так сделать, вот так не замечать. Вот так жить. Нормально, все. Господь, я благословляю тебя. Пусть у тебя силы будет донести его. А он как-то ненароком лежит рядом с тобою. Ты утром посыпаешься, он возле кровати лежит. Идешь на работу, он на остановке лежит. Пришел на работе, он возле стола твоего лежит. В церковь пришел, и здесь лежит. Взяться за крест. Взяться за крест. Не, ну, а что у меня дел вот столько? Я же, ну, у меня свой крест есть. Разве у меня нету проблем? Разве нет трудностей? Да нет, у меня есть трудности. Ну, ну. А что, других нет? Нету, пусть пастор возьмется. Я думаю, это... Я думаю, что это честь. Величайшая честь в истории, когда мы можем браться за крест Господа и поднять его высоко. Вся наша жизнь, смысл водрузить крест Иисуса на высоту. Послушайте внимательно. Крест Иисуса сделать видимым для всех людей на земном шаре. Взяться за крест, протянуть руку и взяться, поднять его высоко. Когда люди... Вы понимаете, что это счастье будет участвовать в Божьем деле, благовестие, проповеди, распространение Царства Божьего, поднять имя Иисуса выше всякого имени. Некоторые говорят, прославляем тебя, а другие поднимают его имя. Не только словами, делами. Взяться за крест. Когда какой-то человек принимает решение служить Богу, быть пастором, он себя ставит в эти узкие рамки. Это значит, что недостаток финансов, трудности, проблемы. Это значит, будет трудно. Но он говорит, но я хочу нести Евангелие моему народу. Вы понимаете, о чем я говорю, драгоценные? Можно есть найти легкий путь, закрыть очки специально, надеть, чтобы специальные очки крестов не видно, чтобы совесть не мучилась. Поднять его крест высоко. Меня спрашивают, а зачем целый год ходить на богослужение, вот год для Бога, посвящать год Богу? Поднять его крест выше. А зачем? А зачем вы действительно поднять его крест выше? А зачем вы телевидение затеяли? Поднять его крест выше. А зачем вы помогаете бедным поднять его крест выше? А зачем вы это делаете? Поднять его крест выше. А почему вы проповедуете, чтобы его крест поднялся выше? Его имя прославилось. Не деноминация, не конфессия, не какая-то религиозная группа. Имя Иисуса Христа. Рядом с ним упал крест. Я хочу взяться за него. Конечно, я должен нести свой крест, но для меня честь оказаться на Велодороса, вот этой дороге крестного хода Иисуса. И где он упал, чтобы я мог тащить вместе с ним? Когда мы путешествовали, 600 человек сказали, мы хотим поддержать вас и стали партнерами. Говорят, мы будем поддерживать крест ваш, который вы несете, и чтобы он поднялся высоко. Я благодарю Бога, уже 7,5 тысяч человек являются нашими партнерами. И я ожидаю, вижу, что больше 10 тысяч, 18 тысяч человек будут партнерами. Мы вместе можем поднять высоко. Мы вместе можем поднять его на самую высокую гору. И слава Божья будет распространяться. Когда мы говорим о семье, вы знаете, семья это своего рода жертва. Человек не женатый, он не жертвует ничем. Хочет, спит, хочет, работает, хочет, отдыхает. Когда человек принимает решение жениться, это решение судьбы. Я принимаю решение стать другим человеком. И с самого этого момента начинается несение креста. Я начинаю нести крест. Все было классно, веселье. Все были классные. Вдруг решил жениться. Вы знаете, он не женат, она не замужняя. Живут где-то как-то с друзьями, со знакомыми. Теперь им нужно вместе. А это значит аренда. А это значит раз. А это значит еда. Там где-то перехватил, перекусил, заскочил, кому-то пожевал. А теперь не пойдет. Мы с Ларисой первые три месяца пытались заскакивать, заскакивать к знакомым, к друзьям. А потом поняли. Не пойдет. Надо уже свою картошку покупать. Уже. Раньше было хорошо. Помните про воробья. Где обедал холостой воробей? В зоопарке у зверей. И там он везде поклевал и со всеми пообщался. И аллилуйя. А теперь другая жизнь. Семья. Семья это счастье. Семья это жертва. Семья это боль и это короткая радость. Потом опять боль, короткая радость. Боль, короткая радость. Вот такие промежутки. Знаете, когда пульс идет, ты или взбираешься, или опускаешься. А вот этот момент всего лишь один раз бывает. То разбираться с детьми. Сегодня ехали в машине, с детьми разбирались. А он здесь воздух испортил. Ай да да да. А он да да да. Ай да да да. А младший говорит, сама такая. Я говорю, он мужчина. Он говорит, нет, это она. Я сижу и думаю, господи. Я вспоминаю, когда мы с Ларисой в тишине сидели, за руки держались. Но за все бывает расплата. Хочешь немножко счастья, потом будет долина плача. Семья это жертва. Некоторые люди не хотят чертвать. Женился. Ха! Это моя жена. Это я. А потом что-то трудности. А нужно что-то есть. А что, ты ничего не приготовил? А ты ничего не принес? А зачем я женился? Чтоб ты готовил? А ты... Я замуж вышел, чтоб ты деньги носил. А у меня это... Ещё не выросло. А да? А да? И потом легко они говорят. Всё, давай в духе. Разошлись. В Писании говорит, такой есть. Анафема. Воизмождение плоти к сатане. Чё вы так напряглись? Вы чё, вы так ходите? Это реальность. Нельзя... Семья это жертва. Ну, а что делать? Когда трудности? Преодолевать. А я думала, что выйду замуж. И вот так будет музыка с утра до вечера. Это когда в ушах... Вот такая музыка будет. Гул. А потом плач. И скрежет зубов детских. Когда у детей зубы растут, они их скрыстят ими. Как удивительно. После свадьбы... Вот знаете, свадьба это как будто бы такая игрушечная жизнь. Это чего мы хотим. Он жених одетый. Она невеста одета. Принц и принцесса. Стоят. И все вот так цветочки кидают. И знаешь, такое ощущение, что тебе всю жизнь будут кидать. А ничего подобного. Сначала она кидает, а потом в тебя будут кидать. Они стоят. Все хлопают, все улыбаются. Вот так делают. Какие красивые, молодые. А потом все. А потом жизнь. Фату повешали. Начинается другая жизнь. А что, вы так больше не будут цветочки кидать? Не будут. Стройная девушка вдруг начинает опухать. От нее всегда это хорошо пахло, а вдруг... И они учат новое слово, токсикоз. У нее вдруг перепад настроения. Вдруг начинает, вдруг эта тонкая талия начинает самое широкое место в теле становится. Раньше он вот так ее держал, а теперь вот так. Вдруг начинает все меняться. Глаза пухают. Какая там помада. А конец всего этого, дикий крик. Она раньше, ой, милый. И он ходит, потеет, не знает, что делать. Девять месяцев назад так все было классно. А теперь что делать? Я когда в Швецию уехал с беременной женой, не делайте этого. Я по-шведски не понимаю. А меня заставили на роды идти. А никто не объяснил, что будет и что надо делать. У меня чуть ли приступ не случился там. Я не думал, что это все так страшно. После первых родов я сказал, больше детей нам не надо. Мы приехали в роддом, я думал, где аист, где птица, которая вот так кидает, и ты вот ловишь. А там никаких птиц. Там не аист, там бегемотиха и с криком. Любовь, это выбор, это решение. Если человек эмоциональный, что-то не по его эмоции. Ой, я обижена. Серьезно. Это твой муж. Он меня обидел. Классно, привыкай. Кто выбирал? Ты выбирала. Привыкай. Ну, а я думала. О, вот ты тогда думала, а теперь нужно перестать. Это уже тебе будет мешать. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше. Библия однозначно, четко, лаконично говорит о разводе. Когда человек хочет развестись, он обычно задает такие вопросы. А скажите, при каких условиях развод разрешен в церкви? А вы хотите зачем узнать? Мы хотим организовать эти условия. Что надо сделать, чтобы развестись? И это называется анафема. Отлучение, отречение, пошел вон. Изгнание. Развод никогда не будет благословлен. Ни при каких условиях. Это фундамент. А если? А если он изменит? Хорошо. Простишь. Как? А вот так. А если она изменит? Я знаю массу случаев. Прощение. Прощать? А за что? А тебя за что Иисус просил? За глазки, что ли? Это жертва. А если? Мы что теперь? Все? Да, все. Вы уже 50 лет женаты. Расслабьтесь. Когда мы говорим о браке, средства массовой информации уничтожили, вообще уничтожили представление, телевизионные передачи, фильмы, секс до брака. Там всех девчонки, все мальчишки друг с другом там, старик хатабыч, трах, тебе дох, тебе дох. И они говорят, это нормально, классно. Если ты строишь хороший дом, фундамент нужно заложить хороший. Ты не закладываешь, ну какая, что фигню какую-нибудь. Положить нормальные отношения. Одна женщина на всю жизнь. Один мужчина на всю жизнь. Если принял решение, умри, но защищай свой брак. Если ты настоящий мужик, если ты настоящая женщина, решение сделай все, чтобы сохранить и удержать свой брак. А у нас нет любви, заставь себя. Я уже не люблю. Что? А как это? А за что любить? А за что Бог? Ибо так возлюбил Бог тебя. За что? Что-то она такой, ой, я такая хорошая была. Грешница засранная просто. Кому, это ты людей можешь убедить накраситься, а он-то внутри видит дерьмом покрытую жизнь. И как, а за что он меня полюбил? Ни за что. Вот в чем сила любви. Любить ни за что. Это жертва. Семейные отношения, это так красиво, если хорошо настроены. И это так мучительно, если там нет жертвы. Если хочешь, чтобы семья была мощной, должна быть жертва. Без жертвы невозможно. Если есть жертва, семья будет красивой, дети будут благословенными, дети вырастут, поднимутся, у них будут свои семьи, они будут видеть ваш пример благословенного брака. И их жизнь будет благословенная, их дети будут благословенными. Вместе, навсегда, это решение, это судьба. Аминь, драгоценный. Я хочу помолиться, склоните вашу голову. Господь, благослови каждого человека иметь правильное отношение. Я, Господь, сегодня утверждал Слово Твое, и я сказал то, что Ты хотел, чтобы я сказал. Ты ненавидишь развод. Ты ненавидишь, когда люди эгоистично приходят и ломают то, что Ты созидаешь. Научи нас жертвовать собою. Да будет тебе, Господь, честь, слава и хвала. Аминь. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СиЭНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СиЭНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.